Нам есть чем и кем гордиться. Летчики-испытатели, космонавты, конструкторы, авиаторы. В 1932 году началась авиационная история Щелковской земли. С этого времени и по сей день имена легендарных покорителей небесных высот навеки вписаны не только в историю России, но и всего мира. Ведь имя Валерия Чкалова, Юрия Гагарина – это всемирная мощь и слава авиации. Увидеть оживающую историю развития отрасли могут все желающие, посетив выставку под названием «Крылья Родины», которая открылась в Щелковском историко-крыеведческом музее. Модели самолетов и вертолетов, предметы экипировки – все это представлено в Щелковском историко-крыеведческом музее на выставке под названием «Крылья Родины», которая посвящена и в развитии авиации. Здесь сегодня о технике, в первую очередь. Но мы понимаем, что за всеми технологиями, техниками, машинами стоят люди. Люди, которыми гордилась наша страна и гордится. Конструкторы, инженеры, летчики-испытатели. Это будет следующий выставочный проект. Эта экспозиция вскоре постоянно будет размещаться в новом зале на третьем этаже. Интересно и то, что теперь в музее предусмотрен специальный аппарат для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть возможность узнать о выставке больше. В нем помещены документы из президентского архива. Мы старались подбирать так, чтобы кроме какого-то большого анализа можно было просто прочитать документ уже понедлить себя состояние авиации в предвоенное время и в первые годы войны. К сожалению, документы пока только вот этого периода здесь размещены. Основные экспонаты выставки – это более 50 моделей самолетов и вертолетов разного периода времени, выполненные в различном масштабе. Их предоставили музею клуб «Патриот» города Ступина и коллекционер подполковник Чеконин Николай Николаевич. Музей представил и модели из своих личных фондов. Выставка также сопровождается большим информационным материалом, фотографиями, подлинными предметами обмундирования летчиков времен Великой Отечественной войны и элементами снаряжения современных летчиков, копиями архивных документов о состоянии авиапромышленности в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. Молодостью можем считать сопричастными великой историей нашей сильной страны. Приехали на выставку и ученики Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина. Для них немаловажно не просто осваивать азы профессии, но и понимать историю авиации, знать ее героев, стремиться внести свой вклад в эту отрасль. Ребята, есть с кого брать пример, есть у кого учиться. Мы, те, кто видели, знают этих людей, будем вам говорить, возьми в пример себе героя. А у нас их в Щелковском районе очень-очень много. Да и сам наш район авиационный. Точная копия исполнения, историческая техническая достоверность экспонатов позволяют судить и развитие авиационной промышленности как в СССР, так и в России. И кто, как не люди, связавшие свою жизнь с авиацией, с ее развитием и становлением, могут сегодня говорить о значении этой отрасли в масштабах всей страны. Авиация, на чем сделать такой очень серьезный акцент, это не просто гордость, не только результаты, достижения, мировые рекорды. Это отрасль, которая в народном хозяйстве для нашей страны жизненно необходима. Выставка продлится до 25 февраля.